США отказались сотрудничать с Российско-Иорданским центром против террористического исламского государства. С таким заявлением выступил Пентагон, пишет РИА Новости. О создании центра накануне заявил Сергей Лавров по итогам венских переговоров с орданским коллегой. Они прошли за закрытыми дверями, но уже сегодня самолет Джона Керри приземлился в Иордании. В страну он прибыл для консультации по сирийской проблеме. При этом Керри не исключил, что Ближневосточный квартет станет квинтетом. К переговорному процессу может подключиться Иран, о чем неоднократно настаивала Москва. Наши дальнейшие контакты мы призвали проводить в таком репрезентативном, представительном формате, что предполагает привлечение целого ряда стран региона, включая, как мы особенно подчеркнули, Иран и Египет. Иран ближайший союзник Башара Асада, оппозиция по сирийскому лидеру пока остается главным разногласием по Сирии. Основные игроки США, Саудовская Аравия и Турция требуют его отставки. Минские переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли накануне, длились они более пяти часов. Дипломаты договорились продолжить разговор. Ближайший из них может пройти уже 30 октября. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА